Из эмоций, адреналин, азарт и радости, снаряжение, гидрокостюм, спасательный жилет и каска. На поляне у бассейна в выходные развернулся целый лагерь начинающих и опытных туристов. Участники из Сарова и других городов страны встретились здесь на 44-м чемпионате города по технике водного туризма. Сорнования начались у нас в 1980 году. Проводим каждый год практически. И вот за 44 года у нас была такая ситуация, когда мы три раза не смогли провести на нашем традиционном месте. Наше традиционное место – это на Кремешках. Там и пространство большое, и река получше. Но в этом году, сами знаете, какое у нас положение с водой, у нас введены потопы. Наше место просто затопило. И вот мы два дня искали место, где нам привести сорнования. Вот остановились вот на этой поляне. Трасса состоит из ворот, в которые нужно пройти, не задевая вешки. Зелёные по течению, красные против. Залог победы, скорость и наименьшее количество штрафных баллов. Участников разделили на пары – мужские и смешанные. Наталья и Андрей приехали на соревнования из Нижнего Новгорода и посёлка Мелехова Владимирской области. Водным туризмом они занимаются с юношества. Походы регулярные по разным уголкам России. И с года в год туристы встречаются вместе, поодиночке и целыми семьями. Практически всех участников знаем. И знаем очень давно. К нам ребята очень много лет приезжают на фестиваль на пьяне. Тоже с катамаранами, каяками. Ну, соответственно, там мы все и подружились, все регионы и города. Как бы давно знаем ваших ребят. Очень хорошо выступают. Везде катаются. Молодцы. Но к вам попасть очень тяжело. Поэтому, в общем, в том году сказали нам нельзя. А в этом году позвонили, сказали, что мы можем приехать. Ну, как бы соревнования проходят в Туле. Но тульские соревнования мы откинули и поехали к вам. По словам участников, трасса хорошая, со своими особенностями. В прохождении важно синхронизироваться с партнёром. Тогда заплыв пройдёт налегке и с юмором. Каждый знает, что может другой. Каждый рассчитывает. Главное – бить. Каски для чего? Чтобы кислом бить, когда что-то ошибается. С года в год соревнования проходят в тёплой дружеской атмосфере, где опытные спортсмены делятся своими навыками с новичками. Чемпионат даёт отличную тренировку перед серьёзными походами. Когда мы ходим в пороги, сами понимаете, это очень опасно. И поэтому, чтобы люди соображали, что куда делать. Вот здесь мы уже даже новичков обучаем, чтобы ребята, кто хочет идти в большие пороги, в большие серьёзные реки, они должны хотя бы знать, как весло поставить, как повернуть судно, чтобы не перевернуться, чтобы даже не погибнуть. Соревнования по технике водного туризма проходили в два дня. В первом участники сплавлялись на каяках и байдарках, во втором – на катамаранах. За время чемпионата все прошли проверку на прочность. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.